Всем привет! Это сводка Медиазоны о потерях российской армии на войне в Украине. К сентябрю 2024 года добровольцы вновь стали самой крупной социальной группой среди погибших. Почему россияне идут на войну? В этой сводке мы хотим рассказать о том, что известно о добровольцах с российской стороны и как государство покупает человеческие жизни. А сейчас общие цифры. К 13 сентября нам известны имена около 69 тысяч погибших. В наш список добавились примерно 2,5 тысячи человек за последние две недели. Как и раньше, основной рост – это старые записи, которые мы разбираем. С первой половины 2023 года самую крупную социальную группу среди погибших составляли заключенные, большая часть которых погибла под Бахмутом. Впервые за все это время ситуация изменилась. К 13 сентября, по нашим данным, добровольцев погибло больше, чем заключенных. Нам известны имена 13 300 добровольцев. Добровольцами мы считаем всех, кто заключил контракт с любым из подразделений российской армии после начала войны, кроме ЧВК Вагнера. Их мы считаем отдельно. Заключенных около 13 тысяч, их сейчас почти не вербуют. Мобилизованных 8 800. А сейчас слово Дмитрию Трещанину. Добрый день! Действительно, мы говорим о потерях, мы их считаем, но мы достаточно мало уделяем внимание тому, каким образом сейчас пополняются эти потери, каким образом комплектуется российская армия. И этот пробел закрывают наши коллеги из издания «Важные истории». Они с помощью данных бюджета посчитали, сколько же людей могли подписать контракт. Это не совсем окончательные точные цифры. Они объясняют, скажем так, те лакуны, которые они просто физически могут не видеть. Например, вербовку заключенных, вербовку в какие-то квази-частные военные компании вроде редута. Но в целом они могут посчитать, сколько людей подписывают контракт с Министерством ворон. И по прошлому году, по 2023 году, они выяснили, что на контракт, по их данным, записалось около 426 тысяч человек. При этом власти отчитывались о гораздо большем количестве добровольцев, о том, что на контракт подписалось более 700 тысяч человек. Дмитрий Медведев очень любит называть такие цифры. И на самом деле 426 тысяч человек — это тоже очень и очень много по масштабам этой войны, по масштабам потерь. Это тоже очень-очень много. И опять же мы видим, что именно в 2023 году российская армия начала давить на фронте, то, что называется. Если раньше основная тяжесть боев все-таки была на ЧВК «Вагнер», после бунта, который устроили подчиненные Евгений Пригожин и его подчиненные, понятное дело, что полагаться на ЧВК «Вагнер» уже было невозможно. ЧВК «Вагнер» было фактически разгромлено, и его не существует. И все, кто на тот момент находился в рядах ЧВК, должны были подписать контракт с Министерством обороны. Безусловно, подписывали контракт с Министерством обороны и те люди, кто не имел отношения к боевым действиям в 2023 году. И сейчас это основной способ комплектования армии. При этом тут важный момент. Важный момент — это не только сколько подписалось в 2023 году или сейчас в 2024 году, но и динамика. И мы видим свежая публикация как раз важных историй, посвящена этому, что количество желающих заключить контракт с Министерством обороны резко выросло. По сравнению с таким же периодом 2023 года оно выросло аж шесть раз. И с апреля по июнь 2024 года контракт заключили 92 тысячи человек. А вообще с начала года, соответственно, за первое полугодие — 166 тысяч человек. Опять же, здесь очень важный момент. Мы все видели, что с 1 августа выплаты новым контрактникам, такие, как сказать, бонусы заключения контракта, подъемные, можно сказать, очень сильно увеличивались. Как федеральные, так и, собственно, Путин сказал, просто рекомендовал, настойчиво рекомендовал региональным властям также поднять выплаты региональные. То есть здесь очень важно, что весь 2023 год, начало 2024 года мы видели соревнования между некоторыми регионами по этим самым подъемным выплатам. Кто-то обещал там сначала полумиллион рублей, потом миллион рублей. И в конце прям сейчас вот как раз последним, кто поднимал выплаты, был мэр Москвы Сергей Собянин. Там сильно за миллион рублей. Как это влияет, мы пока не знаем. Опять же, потому что та статистика, который располагает, бюджетных выплат, отчетов по исполнению бюджета, которые анализируют важные истории, они как раз вот этот вот последний подъем цен на вербовку еще не закрывают. Ну, можно ожидать, что в какой-то момент это действительно даст свой эффект. То есть вероятнее всего происходит так, что людей набирают по определенной цене. Ту цену, которую назначает потом поток, снижается. КПИ, поставленный Кремлем, надо выполнять. В этот момент принимается решение поднять выплаты. И так происходит достаточно пошагово в разных регионах. Естественно, не все регионы могут себе такое позволить, потому что есть регионы более бедные, есть регионы более богатые. Понятное дело, что Москва может себе позволить больше, чем Забайкальский край. Но, тем не менее, даже федеральный центр просто в приказном порядке, рекомендательном, добровольно-принудительном порядке, говорит регионам, что нет-нет-нет, давайте поднимайте выплаты, что 200 тысяч рублей это слишком мало, давайте хотя бы 400 тысяч. И так вот происходит во всей России. Какой это эффект даст, мы, соответственно, если этот показатель бюджета не закроют, потому что, как всегда, с открытыми данными, как только журналисты обнаруживают подобные данные, их стараются закрыть, если этот показатель не закроют, то, соответственно, через несколько месяцев мы сможем сказать, какой эффект оказали вот такие вот резкие, скачкообразные повышения предложений денег за вербовку. Отдельный интересный вопрос, насколько высоко можно поднимать вот этот вот потолок вербовки. Понятное дело, что сейчас российские власти предлагают уже гораздо более выгодные условия, чем при жизни предлагал Евгений Пригожин. То есть такого, таких предложений, таких щедрых предложений не было даже в период самого буйного расцвета ЧВК Вагнера. То есть российская власть, скопировав самые худшие, видимо, самые действенные практики ЧВК Вагнера, просто заливает проблему деньгами. Насколько высоко власть вообще может поднимать вот этот вот потолок выплат, потолок бонусов за вербовку в российскую армию? На этот вопрос, как ни странно, может ответить экономика как наука. Тут стоит оговориться, что экономика — это наука циничная, в том числе потому, что она может рассчитать, рассчитать стоимость человеческой жизни. И даже есть на этот счет специальный термин и специальная теория, как это рассчитывается. И автор ЗБ, Денис Косинчук, как раз напоминает о том, что такие расчеты делались. Еще раз предупреждаю, что они прозвучают достаточно цинично. То есть это речь идет о том, сколько человек, в принципе, может принести экономике. В среднем, разумеется. И здесь есть три оценки. По оценке западных экономистов, она же самая высокая оценка. Среднестатистическая жизнь россиянина стоит около 175 миллионов рублей. Это в пять раз меньше, чем самая дорогая жизнь на планете, это жизнь американца, или в четыре раза меньше, чем гражданина Германии. Но тем не менее, 175 миллионов рублей — это достаточно высокая оценка от западного экономиста. Российские экономисты называли другие цифры гораздо более скромными. По их расчетам, жизнь россиянина в среднем стоит около 60 миллионов рублей. Ну и, наконец, третья оценка, еще более скромная, даже куда более скромная, это, собственно, самооценка россиян. Когда у россиян спрашивают, сколько стоит их жизнь, они называют цифры где-то в разбросе от 5 до 8 миллионов рублей. И эта оценка, кстати, очень сильно зависит от региона. Разумеется, люди из Москвы, из Петербурга называют большие цифры, как раз ближе к 8 миллионам, за 8 миллионов. А люди из бедных регионов как раз оценивают свою жизнь гораздо дешевле. И здесь мы понимаем как раз, как работает вот эта вот механика набора на контрактную службу. Если человек оценивает свою жизнь достаточно дешево, то и деньги, которые ему предлагают сейчас, это солидные деньги. Если человек оценивает свою жизнь дороже, то, соответственно, он не пойдет на контракт. И власти рано или поздно придется предлагать людям большие деньги для того, чтобы выполнить эти самые KPI. Но опять же мы понимаем, что раз россияне настолько низко оценивают стоимость, россияне в среднем настолько низко оценивают стоимость своей жизни, то и предложение, которое делает власть, сильно поднимать не надо. То есть резерв еще есть, и здесь уже зависит от того, насколько много у государства денег. И государство будет собирать налоги с россиян для того, чтобы части этих россиян выплатить вот эти самые подъемные и отправить на войну. И здесь можно ожидать, что когда те люди, которые записываются на контракт по нынешним ценам закончатся, эти цены будут вновь подняты, и опять найдется достаточно большое количество желающих отправиться на войну, но уже не за полтора миллиона рублей, не за миллион рублей, а за три миллиона рублей и так далее. К сожалению, так работает эта механика. Ну и теперь о нашем разборе. Как я говорил в прошлой сводке, мы по-прежнему не успеваем разобрать тот поток некрологов, который нам поступает, и по-прежнему в нашем бэклоге, в нашем неразобранном чуть более четырех тысяч записей. Это не значит, что к нашей цифре можно прибавлять четыре тысячи фамилий. Там где-то около 38% потенциальных дублей. Опять же, мы точно не можем сказать, сколько действительно дублей. Это все надо разбирать руками. Мы, собственно, этим и занимаемся. Поэтому также мы не можем сказать, какое влияние оказало вторжение ВСУ в Курскую область на потери. Скорее всего, они есть, но пока у нас просто не доходят руки до разбора самых новых некрологов. Мы пока разбираем то, что нам поступило за лето и даже за весну 2024 года. Ну а теперь, как всегда в конце сводки, я расскажу об офицерах звания полковника и выше, о гибели которых мы узнали за эти две недели. Тут сразу оговорюсь. В этом списке всего две фамилии тех, кто, очевидно, погиб недавно. Но список при этом достаточно большой, потому что волонтеры нашли паблик такого федерального мемориального кладбища. Это такое кладбище в Мытищах, которое Шойгу, Сергей Шойгу, сделало как такое подражание американскому Арлингтону. Волонтеры не могли достаточно долго попасть на само это кладбище. Все-таки это такой выделенный объект, именно Министерство обороны. И тут внезапно нашелся паблик, который достаточно активно ведется в Телеграме, где мы, соответственно, нашли несколько некрологов, посвященных офицерам, и не только офицерам. И эти офицеры погибли в разное время. Кто-то в 1922 году, в 1923, в 1924. Кто-то из них, возможно, умер не на войне. В их некрологах вообще не упоминается специальная военная операция. Но мы здесь судим по наградам. Если у человека есть орден мужества посмертно, или же у него есть медаль участника СВО, то, соответственно, мы его записываем в военные потери. Но все же начну я с тех, кто погиб, очевидно, недавно. В прошлой сводке я говорил о подполковнике с позывным «Отмель», и мы ничего не знали о нем. Теперь мы знаем, что его звали Сергей Чемнев. Ему было 45 лет. Он из Калининграда. Скорее всего, попал в армию по мобилизации. Он был командиром батальона в 9-м полку 18-й мотострелковой дивизии. И погиб он под Малой Локнией в Курской области. Еще один офицер — Алексей Клишев. Ему было 50 лет. У него флотское звание — капитан 2-го ранга. Это соответствует подполковнику. До войны он работал в структуре Министерства обороны, отвечающей за распределение жилья военным. То есть он такой чистый тыловик и распределял квартиры на Северном флоте. Каким образом он попал на войну, не очень понятно, но в некрологии указано, что он погиб на СВО. Ну а теперь фамилия тех, о ком мы узнали благодаря паблику «Хватбище в Матищах». Игорь Шевченко — ему было 56 лет, он полковник, и он был начальником кафедры ПВО военной академии имени Фрунзе. Еще один работник той же академии имени Фрунзе — Дмитрий Калачев, 50 лет подполковник, старший преподаватель кафедры тактики. И еще один преподаватель, но на этот раз из учебно-научного центра сухопутных войск. Кирилл Попов, ему было 47 лет, подполковник. Он был начальником научно-исследовательской лаборатории военного учебно-научного центра. Подполковник Дмитрий Ганин, ему было 44 года, и он служил в управлении 36-й армии, отвечал за применение службы радиоэлектронной борьбы. Подполковник Андрей Рухмаков, 39 лет, он был начальником оперативного отдела штаба 29-й общевой войсковой армии. Известно, что он погиб от удара ракетами «Хаймарс». И последний в этой сводке Сергей Поляков, ему был 51 год, он был подполковником и был заместителем командира штурмового отряда. На этом все, до следующей сводки. Напомню, что каждые две недели мы обновляем данные, собранные и подтвержденные по открытым источникам командой волонтеров, совместно с журналистами «Медиазоны» и русской службой BBC. Вы также можете помочь. Для этого у нас есть специальный бот в Телеграме, куда можно кидать фото некрологов в местных газетах, ссылки на посты или съемки с кладбищ. Пока! Продолжение следует...